В России выросло потребление водки. На 2% выросло потребление водки. И теперь это 4-9 литра на душу населения. Что за чушь собачья? Во-первых, не высчитывают потребление водки, а высчитывают спирт, содержащий продукцию. В чистом спирте. И поэтому очень сложно все это считать. Какая-то чушь собачья. И я понимаю, что по всему миру сейчас идет падение употребления алкоголя в связи с тем, что развивается информационный мир и интернет. А интернет гораздо интереснее, чем пьянство. Понимаете? Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний. Прикольно, да? Ограничить дивиденды. Для компаний, разрушающие природу, должны быть закрыты. Их руководители должны быть посажены. А они дивиденды. Вот надо ограничить. Предлагают. Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет. Просто космос вооружает. Вот и все. Никакая угроза гонки вооружений не растет. Просто мир шаг за шагом делает то, что он должен делать. Вот и все. Не потому, что они хотят противостоять Путину. Нахер он нужен? Потому что США действуют. Потому что есть перспективы. У них в Соединенных Штатах есть перспективы создать мощный космический щит. И у Китая сделают то же самое. И конкурируют они не с Россией. России нет в космосе. Конкурируют США и Китай на сегодняшний день. Жаль, что и Европа не поспевает. Было бы еще неплохо, если была третья сила. Это Европа. Ну понятно, что она была бы в рамках НАТО с США. Поэтому, конечно же, голосить о том, что космос не наш, можно сколько угодно. Но вы-то его сами и просрали, Лавров. Рогозины, Путины, Лавровы и прочие-прочие просрали космос. В России разнесли позицию ФРГ о нарушении прав человека в Крыму. Знаете, как разнесли? Предложили съездить в Крым и посмотреть самим. Я думаю, что из ФРГ туда не поедет никто. Смотрите. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы. И так далее. В общем, спросите у ваших соотечественников. Они вам расскажут. Те, которые там бывают, это те, которым бабки Путин отстегивает. Ну, что же они в Крым поехали? Именно по этой причине, потому что Путин на довольстве. Вы у них спросите, они вам расскажут, как это классно. И приезжайте тоже, мы вам тоже отсыпем. Эх, блядь, жуть какая-то. Причем это все открыто. Вот не надо там 7-5 волну быть, чтобы понять, зачем эти черти в Крым ездят. Ну, какой мотив, какой побудитель. Конечно, деньги. Причем это все открыто.